Она считает себя счастливым человеком, а за все, что произошло в ее жизни, благодарит ангела-хранителя. С самого детства она мечтала стать певицей, но путь к вокальной карьере оказался тернистым. В советские годы в музыкальном училище вокального отделения не было, а чтобы поступить на него в консерватории, необходимо было достичь определенного возраста. Человеческий организм устроен так, что после долгих стараний способен достичь идеальных результатов, уверена Ирина Сародубцева. Это правило работает для нее во всем. Учаясь уже в консерватории, я помню разговор с директором тогда был Барбашин Иван Никифорович, и вот как-то он в коридоре встретил Ира, ну когда же ты к нам в филармонию придешь? А я считала, что филармония это академия, высокая академия музыки, туда просто так нельзя прийти, надо прийти со своими программами, со своим репертуаром. Закончив консерваторию, пришла в филармонию с целым списком концертных программ. Сначала появлялась в одном отделении, затем стала выступать сольно. Ее репертуар многогранен, она поет и оперу, и старинные русские романсы, и эстрадные песни. Особое предпочтение Ирина Филипповна отдает старой европейской школе. Ориентируется на творчество одной из самых высокооплачиваемых певиц с начала нынешнего века, Джесси Норман. Как и у нее, высокий голос Ирины Сародубцевой называется сопрано. В старину вообще женские голоса не называли никак. Те, кто умел красиво петь, называли просто примадоннами. Поэтому, может быть, это и было правильно, и не может быть, я считаю, что правильно. Потому что человеческий голос может петь и как женский, и как мецо-сопрано. И если он хорошо развивается, он может доставать и высокие ноты в регистре. Поэтому я всегда говорю, что я просто сопрано. Над качеством своего сопрано Курская Примадонна работает постоянно. Стажировалась у московских профессоров, занималась немецким и мальтийским мастерами. Когда поняла, что ресурсы родного города исчерпаны, отправилась покорять соседние. В итоге оказалась в Москве. Я не один раз выступала и в Кремлевском дворце съездов, и вместе с Колей Басковым. У меня фотография осталась на память, где мы стоим как друзья. И с ансамблем Березкой, с Алиной Быстрицкой, с Лановым, и с Кобзоном, и с кем, только не с кем. И я помню, в одной гримерке мы были с Ириной Мирошниченко. Но в столице Ирина Стародубцева не осталась. По характеру она кошка, которая гуляет сама по себе. А шоу-бизнес этого не терпит. Шесть лет назад она снова вернулась в филармонию. Самое главное в жизни любой певицы – это ненасыщенное концертное расписание. На первом месте у каждой женщины должна стоять семья. А я сейчас уже имею двух и внуков. Одному четыре годика, другому четыре месяца. И я вижу, как они развиваются. Это происходит так быстро. Боже мой, когда в выходной ты с ними общаешься, к сожалению, в простые дни физически я просто не могу. А в выходные я стараюсь, чтобы обязательно побыть с ними вместе, почитать что-то, куда-то сходить. Там такие вопросы. Бабушка, а почему Дзержинский умер? Он что, зарядку не делал? С начала этого учебного года Ирина Филипповна отвечает еще и на вопросы студентов. Она преподаватель кафедры вокального искусства в одном из университетов. Сейчас в своей жизни настал момент, когда захотелось делиться своими знаниями. Вытрясут всю душу, сяду на голову и не слезу, пока не добьюсь своего разными путями и лаской, и, как говорится, кнутом и пряником. Но результаты, вот пока у меня не было ни одного студента и ни одного ученика, который бы не радовал меня результатами. И вот эта подпитка, я вам не могу, прям не передать какая. Много лет Ирина Стародубцева мечтала создать в Курске собственную базу вокально-академической школы, где талантливые курские исполнители могли бы получать высшее образование. Классическая музыка способна даже лечить болезнь, уверена певица. Когда ей говорят, что она родилась не в той стране, Ирина Стародубцева не соглашается. Именно Россия сделала ее такой, какая она есть. А посмотреть мир удается.